Привет, друзья! Сегодня я приготовила вкуснейшие миндальные пирожные. Такие песочные полоски продавались раньше во многих магазинах. Их называли краковские пирожные. Сейчас их трудно найти в продаже, но можно приготовить такие пирожные дома и вспомнить давно забытый вкус детства. В тарелку добавляем муку, высыпаем разрыхлитель и перемешиваем венчиком. К сливочному маслу комнатной температуры добавляю щепотку соли. Взбиваю маслом миксером до пышности. Высыпаю сахарную пудру и добавляю ванильный сахар. Немного перемешиваю лопаткой и начинаю взбивать миксером. Масса должна посветлеть и уречиться в объеме. Если вместо пудры добавлять сахар, лучше если он будет мелкий. Добавляю в смесь по очереди 2 желтка. После каждого взбиваю примерно по 1 минуте. Зачищаю стенки тарелки, чтобы продукты перемешивались равномерно. Просеиваю в тарелку часть подготовленной муки. Лопаткой замешиваю мягкое тесто. Просеиваю остатки муки и продолжаю вымешивать тесто руками. Вымешиваю недолго, как только продукты соединяются, собираю их в комок. Получается очень нежное песочное тесто. Тесто я раскатываю сразу на пергаменте. Ширина пласта 26 на 19 сантиметров. Стараюсь раскатать его ровно, чтобы тесто было одинаково по всей толщине. Выравниваю края пласта скребком для теста. Песочное тесто очень рассыпчатое. Если где-то его не хватает, то можно добавить кусочек теста, оно легко объединяется в одно целое. Полученный пласт я аккуратно перетягиваю на противень. Накалываю тесто вилкой, чтобы оно не вздувалось при выпечке. Корж выпекается очень быстро, при температуре 200 градусов примерно 10 минут. Лучше тесто сильно не зарумянивать, так как корж будет повторно выпекаться в духовке. Изюминка краковских пирожных – это начинка с миндалем. Миндальные орешки я поджарила и смельчила. Если кусочки орешков оставить более крупными, то поверхность у пирожных получится более рельефная. В тарелку для смешивания выливаю белки. Высыпаю щепотку соли и начинаю взбивать сначала на маленьких оборотах. Как только появляется пена, увеличиваю скорость, добавляю небольшое количество сахара из общего количества, для лучшего взбивания белков. Белки взбились, стали гладкими и блестящими. Добавляю в них оставшийся сахар и высыпаю орешки. Лопаткой перемешиваю их с белками и полученную смесь добавляю в кастрюлю. Кастрюлю оставлю на плиту и нагреваю смесь на невысокой температуре. Сахар должен полностью раствориться, а смесь стать липкой и немного тянучей. Уходит на это чуть больше 10 минут. В процессе нагревания и растворения сахар начинает немного прилипать к дну кастрюли. Его необходимо перемешивать, чтобы он не перегорел. В горячую смесь высыпаю муку. Быстро ее перемешиваю и смотрю за тем, чтобы не оставалось комочков. Выливаю горячую смесь на подготовленный корж и разравниваю ее лопаткой. В процессе разравнивания смесь начинает застывать. Желательно это делать быстрее. Теперь необходимо оставить корж на час. За это время начинка должна застыть. Час прошел и я нарезаю корж на порционные кусочки. Посмотрите, какие они получаются красивые. При нарезке коржа я немного срезаю его по краям, чтобы пирожные были очень ровные. Но это делать не обязательно. Выкладываю все заготовки на противень и ставлю его в заранее разогретую духовку. Выпекаются пирожные при температуре 160 градусов. Время выпечки примерно 20 минут. Пирожные готовы. Если подержать их в духовке буквально еще одну минуту, то поверхность у пирожных может потрескаться. Для краковских пирожных это нормально. Пирожные получаются рассыпчатые, с блестящей и хрустящей курочкой. Вместо миндаря можно добавить другие орешки. Это тоже очень вкусно. Но миндарь это классический вариант. Готовятся пирожные не очень быстро, но их изумительный вкус того стоит. Если вам понравился рецепт, приготовьте их и вспомните вкус детства. А возможно, вы очень удивите тех, кто их никогда не пробовал. Точное количество ингредиентов в начале видео и внизу в описании. Буду очень благодарна за лайки и все ваши комментарии. Всего самого доброго, до новых видео, пока!